Привет, мои хорошие! Меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем канале. Добро пожаловать! Обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я с вами встречаюсь значительно чаще, чем здесь. И делюсь самыми последними новостями именно там. Итак, мои хорошие, сегодня у нас с вами будет видео о моей посылочке из магазина Василек. Это будет вторая посылка. Так как первая мне очень сильно понравилась этими вещами, я пользуюсь до сих пор. Они прекрасного качества, отлично стираются, все супер. Я решила попробовать еще раз и заказала себе очень много чего. Посылка большая, я сейчас вам все покажу. Так что, если вам интересны подобные видео, обязательно оставайтесь со мной. Поехали! Так, почтовый пакет я уже сняла. Остался только внутренний. Вот такой вот. Просто огромный пакет. Итак. Вообще, насколько я знаю, больше всего Василек славится именно своим текстилем. Для дома, полотенцами, постельным бельем, чем-то вот таким. Вот и домашними костюмчиками всевозможными. Так как я очень люблю красивые комплекты постельного белья, то в этот раз я решила заказать именно белье. И посмотреть, какого оно там качества, как оно вообще выглядит и так далее. Понравится мне или не понравится. Значит, что я заказала. Значит, смотрите. Вот такой комплект постельного белья мне пришел. Вот так вот он выглядит на картиночке. Это сатин. Сатин комфорт. Здесь у него двухцветный комплект. То есть, получается, простыня одного цвета, наволочки другого цвета. Смотрите, что входит в комплект. Дизайн Мелагрос называется. Размер двухспальной европростыня. Наволочки 70 на 72 штуки на молнии. Простыня 220 на 240. Одна штука под одеяльник. Метр 75 на 2,15 на молнии. Ткань сатин комфорт. Сто процентный хлопок. Производитель тролливали. В общем, почему еще мне этот комплект приглянулся? Потому что на молнии. Вот знаете, я не люблю вот эти вот комплекты. Когда приходится это все запихивать по уголкам. Неудобно мне, если честно. Поэтому на молнии это прям очень-очень здорово. Для меня самый подходящий вариант. Я еще, как вы можете видеть, не открывала. Я буду вскрывать вместе с вами. Она уже, ну, какое-то время у меня находится, эта посылка. Если честно, мне уже очень-очень не терпится им воспользоваться. Я очень люблю застилать новое постельное белье. Знаете, вообще люблю красивый текстиль для дома. Если честно. Так. Значит. Один. Сейчас распакую вторую. И так. Вот вторая часть. Я так понимаю, это простыня. И опять же, вот эти рисунки. Узор, напоминающий вензеля, цветы. Это прям вот моя история. Я постоянно, даже неосознанно, почему-то именно такую расцветку. И выбираю, знаете. На удивление. Видимо, какая-то... Так. Что по поводу материала? Да, действительно, материал классный. Это не обычный хлопок жесткий. Это именно шелковистый сатин. Так. Вот таким вот образом выглядит наволочка. Смотрите. Бежевый оттенок, бежевый цвет. Именно то, что мне нужно. Как раз подходящее под мой интерьер. Вижу ниточку. Ниточка эта просто была после прошивки. Осталась вот здесь как раз та самая молния, о которой идет речь. Для подушек. Вот. Так. Посмотрим, как она ходит. Девочки, ходит неплохо. Ничего не заедает. Собачка металлическая, не пластиковая. Это уже хорошо. Это наволочка 70 на 70. Но пока что я не вижу никаких огрехов на ней. Вроде бы все хорошо. Так. Наволочку мы убираем. Угу. Со второй наволочкой та же песня. Вижу. Одну ниточку она убирается. Так. Здесь тоже ниточка и тоже она убирается. Вроде бы ничего не торчит. Как молния ходит. Сейчас посмотрим здесь. Ходит нормально. Смотрите, строчки ровные. Видите? Строчки пока что вроде бы ровные. Еще одна ниточка, но она просто осталась. Так. Дальше. Такого же цвета получается у нас простыня. Вот она. Вот такая красивая простыня. Так. Состав хлопок. Ну на ощупь приятно, девочки. Смотрите. Вот что касается обработки. Вот таким образом достаточно качественно даже сделан уголочек. То есть уделено внимание и правильно-правильно прошито это все. Не вижу пока никаких косяков, если честно. Вроде бы все в порядке. На первый взгляд все хорошо. С обратной стороны строчка, с лицевой стороны строчка. Вроде бы все в порядке. Достаточно плотный хлопок, но при всем при этом он такой шелковистый. Ну кто любит сатин, тот понимает, что это такое. Пододеяльник такого же цвета, только с черным рисунком. А, ой, какой красивый. Слушайте, смотрите. Очень классная расцветка. Мне нравится. Она, как вам сказать, не полностью он черный. А вот видите, раз, и идет такой красивый бежевый промежуток. И вот таким образом заканчивается. Так. Где у тебя молния? Вот она молния на пододеяльнике. Ну что-то здесь все в складочках. Наверное, просто нужно отутюжить. Да? Так. Как ходит? Ну у молнии вот такая длина получается. Ходит собачка так же хорошо, как и на наволочках. Претензий нет. Замочек не расходится. Ну прошито вроде бы тоже, опять же, неплохо. Смотрите, видите? Строчки ровные. В общем-то, что? Отправиться в стирку. Потом в одном из влогов я вам расскажу, как оно после стирки. И как мне вообще оно понравилось или не понравилось на кровати. Поехали дальше. Следующее это два полотенца. Вот такие белые полотенца. 50 на 90 сантиметров. Это я взяла для того, чтобы повесить в ванной комнате. Ну для рук, для лица. Кому как. Допустим, ровный для лица. Мне возможно тоже для лица, либо для рук. Вот так выглядят они. Здесь вот такой вот симпатичный узорчик идет. То есть, вполне приличный. Вот вижу одну ниточку с краю. Но это и то такая ниточка, которая обрежется без проблем. Зато не будет распускаться уголок у самого полотенца. Что касается строчки по полотенцу. Они у них всегда хорошие. То есть, я уже брала. Я знаю, что они нормального такого качества. Так, и второе аналогичное. Такое же полотенце. Полотенце Махрова Узбекистан. 50 на 90. Ташкентская область. Так, состав 100% хлопок. Есть. Дальше. Тут уже для кухни. Я себе взяла также два вот таких маленьких полотенца. Цветок кофе, наверное, с молоком. Что-то такое. Вот они вот так выглядят. Это у нас размер. Сейчас скажу, какой. 40 на 70. Это я взяла для кухни. Опять же, повторюсь. Вот так повесить это все. У меня этот оттенок как раз отлично подойдет для кухни. Ну, то же самое. Строчки все идеальные. Уголочки зашиты хорошо. Я эти полотенца уже знаю. Я ими пользуюсь. Они очень даже приличные. Тем более, за свою копеечную стоимость. Они очень классные. Так что, конечно, я вам могу рекомендовать обратить на них свое внимание. Потому что, ну, действительно, они достойные. Так, второе. Посмотрим, ну, мало ли вдруг что-нибудь не так. Так, здесь производитель. Также Туркменистан. Стопроцентный хлопок. С этим полотенчиком тоже все в порядке. Уголочки нормальные. Нитки криминально нигде не торчат. То есть, они еще к тому же, знаете, они, я бы не сказала, что прям тонкие. То есть, за свою стоимость, по идее, они должны быть очень тоненькими. Я сейчас вам скажу, сколько это полотенце стоит. Полотенце 40 на 70, по 76 рублей. Для этой цены качество просто отменное. В основном, в этом заказе у меня больше был текстиль для дома. Так что, да. Я заказала себе еще вот такой комплектик для сна. Сейчас вам покажу. В сером цвете. Вот так вот он выглядит. Такие классные шортики. Смотрите. Здесь они идут на резиночки. Резиночка прошита хорошо. Здесь все оверложено. Ну, то есть, вопросов и претензий вообще никаких у меня нет. Смотрите. На шортиках. То есть, ну, я даже не боюсь вам показывать. Потому что я знаю, что качество будет вполне приличное. Вот так выглядят с внутренней стороны шовчики. То есть, ну, мы не видим здесь большого количества каких-то криминально торчащих ниток. То есть, то, что можно ручками убрать, даже не срезая. А, тут еще и карманы. Боже мой, смотрите. Тут карманы. То есть, вполне можно фестивалить по дому не только ночью, а после пробуждения. Я, кстати, так люблю делать. Я до обеда, если я выходная, по крайней мере, гуляю вот в том, в чем спала и накину в халатик. Мне так очень удобно. В общем, вот такие классные шортики серого цвета. Я обязательно примерю. Вы увидите на мне. И вот такой топ. Смотрите, вот так вот он выглядит. Обычный топ. Так, что это у нас? Какой модель? Так, размер 42. Модель Ангел. Трикотажное изделие. Стопроцентный хлопок. Ну вот. Вот так это выглядит. Немного меня смущает вот эта золотая надпись. Но в целом я вполне довольна. Мне замечательно будет для сна. Хлопковый комплектик просто великолепен. Смотрите, так же все замечательно со строчкой. Вообще нет никаких нареканий. Все бирочки, все это. Я просто уверена в этом качестве, девчонки. Я уже заказывала, я попробовала. Я знаю, что эти вещи замечательно переживают стирку. Великолепно себя ведут. Они очень комфортные. Они очень качественные. Опять же, если выбирать качественные. Поэтому те, кто мне писал о том, что качество василька, то как бы, ну извините, это неправда. Поэтому, ну может быть вы просто из всего ассортимента смогли выбрать только такое качество. То тогда это уже ваши проблемы. Нужно быть внимательнее. То, что я выбирала в первом заказе, то, что я выбрала сейчас во втором заказе, меня устраивает полностью. Дальше курьез. Смотрите. Я хотела заказать белые банные полотенца. Размер у них 70 на, не помню, на 90, что ли, что-то такое. Такого размера не было. Мне предложили выбрать другие. И я просто выбрала какой-то размер чуть побольше, даже толком не обратив на это внимание. И знаете, какой мне пришел размер в итоге? Я вам сейчас скажу, вы будете смеяться. Размер 150 на 210. Вы можете себе представить? Короче. Вместо банного полотенца я получила невеально крутые два вот таких просто покрывала девочки. Я не знаю, как я буду с ними вообще справляться. Но вы представляете, 150 на 210. То есть это реально и просто покрывало. Я сейчас встану, насколько микрофон позволит, и покажу вам. Смотрите. Ну вы понимаете, да? Этот размер 150 на 210. То есть это прям полотенце, которым можно укутываться на пляже. Я не знаю, смотрите. Я могу в 4 раза вокруг себя его обернуть. И как бы и здорово. Что мне предложила сделать мама? Так как я хотела именно полотенце, а ширина у этого банного огромного полотенца метр пятьдесят, длина получается 2,10. Она мне предложила, Таня, возьми, раздели на три. И как раз получится у тебя три из одного. Три белых красивых качественных полотенца. Так как машинка швейная у меня есть. Руки у меня растут из нужного места, потому что шторы в своем доме я шила сама. То есть я умею. Я не скажу, что я прям мастер супер-супер. Но такие вещи, просто разрезать вот это полотенце и подшить его, я, конечно, справлюсь. Так, давайте теперь, что касается качества. Все то же самое, аналогично. Шовчики замечательные. Все обработано хорошо. Все ровненько. Нет нигде никаких затяжек, никаких торчащих ниток. Все замечательно, девчонки. Я прям, ну я могу вам рекомендовать. Действительно, это качество, оно вполне приемлемо. Так, ну и, чтобы не быть голословной, вот оно такое же огромное полотенце. 150 на 2,10. Полотенце Махрома Узбекистан. Хлопок 100%. Вот оно. Точно такое же, как громадное полотенце. Это и круто, девчонки. У меня получится три великолепных белых полотенца, банных вообще. Я последнее время ударяюсь просто по белым банным полотенцам. Они мне настолько сильно нравятся, что я довольна как слон. Поскольку близится лето и будет жарко, я люблю дома ходить в комфортных вещах, которые желательно из натуральных тканей, чтобы не доставляли излишний дискомфорт какой-то в жару. И что я увидела? Я увидела на сайте вот такой очень-очень красивый домашний сарафан. Смотрите, как он называется? Да, он называется сарафан. 100% хлопок. В моем случае размер 42. Трикотажное изделие. И я заказала таких два. Один себе, один маме. Потому что я знаю, что моя мама, она просто обожает вот такую морскую расцветку. Вот этими полосочками мама моя болеет летом. Она очень любит вот эту морскую тематику. Да, всевозможную. Поэтому, конечно же, я заказала не только себе, но и маме. Что касается маминого образца, она померила у меня. Ей все подошло великолепно. Ей понравилось. Он удобный. Она даже говорит, слушай, а может быть, я не буду в нем дома ходить. Может быть, я в нем буду куда-то на море ходить или еще куда-то. Ну, в общем-то, настолько ей понравилось. Значит, смотрите, сарафан полоса 476 рублей. А вот этот вот костюмчик классный, хлопковые девчонки, стоит 392 рубля. Это неимоверно низкие цены, я вам могу сказать, за это качество. Вы просто поверьте мне, я, ну как бы, у меня много одежды, мне есть чем сравнить, поэтому я знаю. Так, свой образец я еще не смотрела, поэтому давайте вместе посмотрим на качество его исполнения. Здесь вот такие вот бретелечки. Да, что ты приклеилась? Такие бретелечки. Очень нежно, очень мило, очень здорово, хлопковый. Дома просто великолепно. Выйти во двор, поливать цветочки, да просто выйти во двор в таком сарафанчике, это одно удовольствие. И тут еще у него сбоку, вот здесь вот есть такой пикаунтный разрез, так что, да, с одной стороны, со второй нету, да. И на талии он присборен вот так вот резиночками, то есть, вот. Ну что, в общем-то, это все мои покупки. Что, констатирую факт, девочки, качество на, ну, не хочется говорить громких слов на 100%, меня устраивает, потому что многие засомневаются, ну не бывает же так, что на 100%, хотя, если честно, на 99,999, это почти до бесконечности, я очень этим качеством довольна. Более того, я удивлена, потому что, когда я получала первую посылку от Василька, я думала, что придет что-то, ну, такое, знаете, потому что цены неадекватно низкие. На самом деле, мне пришли великолепные вещи. Я эти халатики ношу по сей день, я от них в полнейшем в восторге. У меня розовый, синий халат. Девчонки, кто подписан на меня, те видели. Они великолепного качества. После стирки ничего не линяет, ничего не скаталось. Все великолепно. Дальше, что я еще заказывала? Халатики, тапочки. Свои тапочки я относила где-то месяца полтора, наверное. Мама своей еще не носила. Костюм домашний, спортивный, я маме заказывала, она его еще не носила. Померила. Ей качество понравилось, как сидит, понравилось, но она его еще не носит. Она все на какой-то момент великолепный оставляет, как многие мамы. Не знаю, что это. А, скатерть. Девочки, скатерть это вообще просто песня. Я ее стирала уже раза четыре, наверное. Один раз даже на высокой температуре и ничего. С ней ничего не произошло. С ней все прекрасно. Ни цвет не полинял, ни текстура не изменилась. Ничего абсолютно. Поэтому, ну вот те, кто пишет, что там говно, извините, абсолютно неправы. Девочки, ну вот, если вы мне хоть как-то доверяете, я вам могу действительно искренне рекомендовать обратить свое внимание. Единственное, что читайте составы. Как в еде, так и в тканях. Смотрите состав, из чего сделан тот или иной комплект. И тогда все будет замечательно. Ну что ж, мои милые девочки, я надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Обнимаю всех и целую. Желаю вам всего самого-самого хорошего. И очень-очень приятно отдохнуть в эти майские праздники от всех своих работ, переживаний. И с новыми силами потом увлиться в трудовую деятельность. Так что все. Я вас целую. Пока-пока.